Привет, Библия! Тема. История Иосифа. Часть 4. Текст Бытие, 45 глава, с 1 по 15. Иосиф стал править всем Египтом. После этого с ним многое случилось. Иосиф женился и родил двоих детей. Точно так же, как Иосиф истолковал сон фараона, в Египте в течение семи лет собирался большой урожай. За это время Иосиф подготовился к следующими семи годам голода, потому что он знал, как ужасно все будет, когда начнется голод. Спустя год или два после начала голода зерно в стране вокруг Египта закончилось. Только в Египте было зерно. За зерном к Иосифу приезжали люди из других стран. Также был голод в земле Хананской, где жили отец Иосифа, Иаков и его братья. Иаков сказал своим сыновьям пойти в Египет и купить зерна. И вот наступает день, когда Иосиф и его братья встретятся. Вы помните сон, который Иосиф видел в детстве? Сон, в котором снопы братьев поклонились снопу Иосифа. Как и в том сне, братья поклонились Иосифу, не зная, кто он такой. Братья Иосифа вовсе не представляли себе, что младший брат, которого они продали вратство, стал начальником в Египте. Иосиф, заметив своих братьев, составил несколько планов. Если бы он был подобен Иосифу в его незрелом детстве, он бы обиделся на своих братьев, арестовал их и наказал. Но он полностью изменился. Иосиф хотел узнать, что чувствовали его братья после того, как продали его в рабство и здоров ли его любимый отец. Поэтому он спрятал серебряную чашку в мешке Вениамина. Иосиф представил Вениамина вором и хотел удержать его рядом с собой. Братья, которые направлялись домой с провизией, рискуя жизнью, вернулись к Иосифу, чтобы спасти Вениамина. Иуда даже вызвался сесть в темницу вместо своего брата. Братья сожалели о том, что продали Иосифа раньше. Услышав это, Иосиф втайне заплакал. В конце концов, он раскрыл себя своим братьям и пригласил своего отца и его семью в Египет, чтобы избежать голода, который будет продолжаться. Иосиф осознал важный факт. Находясь с Богом в течение многих лет, он понял, что хотя дела его братьев были плохими, Бог обратил их в добрые дела. Кроме того, он понял, как исполняется данный Богом сон. Таким образом, Иосиф простил своих братьев. Но братьям его нелегко было забыть совершенные ими ошибки. Когда их отец Иаков умер, братья боялись, что Иосиф отомстит им. Поэтому они пошли к Иосифу и попросили прощения. Иосиф заплакал и сказал своим братьям. Эти слова показывают, какой жизнью жил Иосиф, увидевший сон. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Дорогие дети, мальчик, увидевший сон в земле Хананской, был ненавиден своими братьями и продан в рабство. Он был подставлен под ложное обвинение и сел в темницу. И там он жил забытый в памяти людей. Но Бог не забыл такого Иосифа и заставил людей проявить доброту к нему. Бог благословлял Иосифа, чтобы все, что делал он, было успешным. В конце концов, Бог спас жизни многих людей через Иосифа. Подобно последнему исповеданию Иосифа, именно Бог исполнил сон Иосифа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова